Глобальным югом принято называть Латинскую Америку, Африку и некоторые страны Азии. Но говорить о нём как о монолитном объединении – большая ошибка. И утверждать, что есть единая позиция государств глобального юга в отношении войны России против Украины, тоже неправильно, считают эксперты. Основные причины, по которым латиноамериканцы дистанциируются от войны в Украине, связаны с негативным отношением к США. Они уходят корнями в историю интервенций Вашингтона в такие страны, как Чили, Гватемала и Мексика. Во-вторых, это связано с тем, что российская пропаганда очень эффективна и широко распространена по всей Латинской Америке. И в-третьих, это связано с внутриполитическими причинами и тем, что президенты смотрят, как война с Украиной отразится на настроениях избирателей, которые поддерживают их политические партии, будь то левая или правая. Поэтому они мыслят не этическими категориями, а сугубо политическими. В Африке к этим причинам добавляются еще и исторические предпосылки, постколониальное недоверие к западным странам и десятилетия партнерских отношений с Советским Союзом, а потом и с Москвой. С начала полномасштабной войны России против Украины Киев работает над развитием и укреплением связей с африканскими государствами. Важной вехой стало возобновление поставок зерна из Украины. Российская агрессия создала угрозу голода на континенте. В ближайшее время Украина планирует открыть в десяти странах Африки дипломатические представительства. Важна коммуникационная стратегия, то есть важно доносить до африканцев правду, что происходит на самом деле в Украине. Развенчивать фейки российской пропаганды, показывать сходство судеб в чем-то Украины и Африке, что мы также боремся против бывшего колонизатора. Важен также такой нюанс, как мягкая сила, то есть это кино, культура, пробовать проводить какие-то совместные мероприятия в культурной сфере и очень важно образование, так как африканские студенты заинтересованы в украинском образовании. Позиция Китая и Индии важна для Украины. Эти страны по-прежнему торгуют с Россией, но не поставляют ей вооружение. При этом лидеры Пекина и Нью-Дели предлагали свои мирные инициативы по завершению войны России против Украины. Однако их условия неприемлемы для украинского общества, поэтому Киев при поддержке западных союзников последовательно продвигает свою формулу мира. По словам аналитиков, украинским дипломатам уже удалось добиться значительного отхода стран глобального юга от пророссийской повестки. Да, они будут нейтральными. Тут мы ничего с вами не сделаем, никто не сделает, потому что это их, скажем так, принципы внешней политики, от которых они не будут отказываться. Но нейтралитет бывает же очень разным. Нельзя выдвигать одинаковые требования к жертве и к агрессору. Это наша артикуляция, это очень важно. 24 июня в Копенгагене прошла первая рабочая встреча представителей Украины, государств-союзников Киева и стран глобального юга – Бразилии, Индии и ЮАР. Советники по национальной безопасности и политические советники обсудили реализацию украинской формулы мира, а также организацию глобального саммита мира. Данила Кобза для телеканала Freedom.